Видите, ребят, не только полиция на великах в Австралии, но также и парамедики В принципе, да, это очень быстрый и действенный способ добраться либо до места происшествия Либо оказать какую-то первую необходимую помощь Здорово! Вот я первый раз вижу медиков на великах Эй, ребят, возвращался я сегодня с работы домой И увидел я на дороге новую Subaru Impreza Да, у нас говорят Subaru, а не Subaru Subaru говорят также в Новой Зеландии Я думаю, что прошлая модель была неудачной Была какая-то жирная, толстая, как будто плохо оттесная Но то, что я увидел сейчас, ребят, ну без лез вообще не взглянешь Это какой-то кошмар Я не знаю, куда вообще катится автопром Особенно автопром японский Но вот новая модель у меня ассоциируется только с какими-то дешевыми корейскими автомобилями Не знаю, середины 90-х годов Больше мне на ум ничего не приходит Настолько это безобразно получилось Но я не знаю, ребят, может быть, вы согласны, но нет Но я помню, какие были машины классные у Subaru в 90-е Такие вот подтянутые, ничего лишнего Маленькие, юркие, мощные, легкие Я помню брутальность, начало 2000-х, середина 2000-х Тоже классные были тачки Но то, что сейчас, и не только Subaru Вообще, посмотреть Toyota Вот, допустим, даже взять новую Toyota 86-ю Почему она такая популярная? Да потому что больше нет ничего Поставив рядом с этой Toyota Celico Даже взять хотя бы четырехприводную Celico Да она уделает даже эту турбовую толёту в 86-ю Вообще в лёгкую Даже последнюю Celico с коровским двигателем И то она смотрится более современно Более как-то элегантно, что ли Ребят, по остальным моделям вообще полный мрак Я помню 90-е, 2000-е, когда были Sylvia, Supra, Skyline Были Nissan Fairlady 300-е 180-е Nissan был Mitsubishi была VR4 Или 3000 GT, как у нас называется Модели было, ну просто, ну рай был японских машин 90-е, 2000-е То, что творится сейчас, ребят Я просто не знаю Машины стали каким-то бездушным ширпотребом Какой-то пластик и фольга Да, конечно, они напичканы сенсорами Напичканы всякими штучками Типа там, Bluetooth И ещё чего Но машины потеряли, на мой взгляд Машины потеряли душу То есть, ну, ездишь на какой-то Ну, я не знаю На PlayStation легче, наверное, поиграть, чем на автомобиль ездить Не чувствуешь ни руля, ни дороги Двигатели одноразовые Кузов одноразовый Ничего не ремонтируется То есть машина откатала гарантийный И её на свалку Всё Под пресс в утиль Ребят, ну, такое моё мнение Я не знаю, согласны вы или нет Ну, напишите что-нибудь в комментариях Вот так вот Ребят, помните, я вам показывал уже этот садик Я поговорил с хозяином этого дома Оказывается, наша Бризманский консулат сейчас поощряет Разводить такие садики перед домом Причём, интересно, ребят Вот, допустим, если вы владеете домом, да Вот всё, что вот между вот этой дорожкой и домом Это считается ваше владение А вот эта вот земля, которая между пешеходной дорожкой и проезжей части Несмотря на то, что вы за это платите Это является собственностью консулата И на этой земле вы ничего не имеете права делать Однако в Бризбане сейчас консулат поощряет разведение всяких садов Или сажать какие-то цветочки или ещё чего Вообще прикольно, представляете, вот так вот едете по дороге, да Вот, и вдоль дороги растёт либо сад, либо огурцы, либо помидоры Вообще здорово А некоторые говорят, что вот у дороги здесь грязные Нет, на самом деле в Австралии всё чисто И дороги чистые И экология хорошая И машин таких коптящих Нет, в общем, ребят Отличная идея Что вы думаете по этому поводу, а? Смотрите, какой аппарат стоит, а? Как хозяин любит свою Хонду Колёса какие Ух! Да, ребят, что может быть лучше, чтобы прийти после работы Засесть в джакузи, побулькаться под штруёй такой горячей воды С напором Дети в бассейне играют, тоже при деле веселятся А вообще мы часто сюда с супругой выходим Когда уже никого нету, можно взять по бокальчику красного вина Посидеть, кайфовать Здорово! А ещё я заметил, что этот район стал всё больше и больше пользоваться популярностью наших людей Вот мы сюда заселились Ну, правда, мы купили здесь жильё Заселилась ещё одна семья, снимают Сейчас приезжает ещё одна семья, тоже в этом же доме И вообще, ребят, у меня появилась идея Что если нам сделать такое вообще русское комьюнити? Здесь есть рядом русский магазин Здесь есть рядом русский клуб Я думаю, в ближайшем будущем мы подготовим такую небольшую концертную программу Можно там концерт даже дать Недалеко от Сити, буквально пешком полчаса можно дойти Автобусы ездят На автобусе доехать до Сити буквально 5-7 минут Автобусы курсируют раз в 10 минут в часы пик Во в пик 15 Раз в 15 минут, а ночью раз в 20 минут или раз в полчаса, не помню Ну, в общем, круглосуточные движения автобусов Метро здесь скоро совсем построят Около Валангаба, около стадиона А стадион, ну, где он стадион? Вот он вообще, ребят, тоже совсем стадион Видите, он нам стадион И там через пару лет обещают сделать метро Район-то, в принципе, хороший Всё рядом, всё чистенько, аккуратно, уютно Если бы здесь больше жило нашего народа, было бы гораздо лучше Потому что, когда больше соотечественников, как-то гораздо проще Даже, допустим, вот мы сын устроили в школу, да? А вот ребята приехали, и наши дети могли им как-то уже показать, объяснить То есть они уже в школе не чувствовали среди австралийцев, среди англоговорящих себя какими-то такими потерями Гораздо проще и детям, и нам проще Иногда куда-то уйти, может, посмотреть, чтобы приглядели Или со школы забрали тоже заодно Потому что заканчивают все учиться одинаково в три часа Вместе ходим куда-то гулять на великах, катаемся, играем Ходим друг к другу в гости У нас вот на крыше бассейн и джакузи У соседей на крыше бассейн и инфракрасная сауна Соседний дом построят, я уж не знаю, что там будет Вообще, ребят, у меня хорошая идея Зайти в офис и побольше разузнать об этом комплексе Потому что здание, которое сейчас достраивают, его уже будут заселять через 3-4 месяца К июню обещали заселение производить Потом, как только начнут заселять, будут строить еще один дом, просто огроменный И, в принципе, да, жилета здесь будет много Так что, думаю, да, сделать на эту тему видео, разузнать, может быть, или с агентом, или с менеджером Поговорить, расспросить планы И вообще, здорово, если была бы здесь в Брисбане, даже в Австралии, такая большая русская, русскоговорящая деревня Ребят, ну, как вы думаете, а? Напишите в комментариях О, ребят, вывел Бармалей на прогулку У нас сейчас довольно-таки комфортно Наверное, градусов так 26 И вся неделя была для Брисбана относительно жаркая От 30 до 35 градусов Многие жалуют, говорят, вот, жара такая На работе, говорили Но, однако, на этой неделе в Сиднее было 42 А в Далаиде было 45 Так что, вот, ребят, несмотря на то, что Брисбан находится гораздо севернее То здесь температура должна быть гораздо больше Все с точностью, да, наоборот Да, конечно, Сиднейский и тем более Далаидский климат совершенно другой, чем в Брисбане Но все равно, согласитесь, когда 45, это жарко Я помню, даже ездил, когда в центр Австралии Там было 44, что ли, градуса Причем влажность была очень низкая Там, не знаю, процентов 40, наверное, все Но все равно, жара-жара, ничего не сделаешь И в Сиднее, когда 40 с чем-то И нет ветра, то вот просто Вот просто сидишь или стоишь Или чем там занимаешься и просто потеешь Когда безветренно, это тяжело, ребят А в Брисбане, вот, на мой взгляд, оно гораздо комфортнее А еще, что я заметил, что Здесь в Брисбане летом очень много ветров Что в прошлом году, что вот в этом году Я могу буквально по пальцам пересчитать Когда неветреный день Я не знаю, почему так Возможно, после того, как я купил дрон Стал это замечать Потому что ветер не полетает Ну и даже вот видео сейчас записываю Вроде сейчас утро Еще более-менее ничего А вот буквально через час-через два Будет опять ветер Опять будет задувать микрофон Так что да, ребят, тоже такое замечание В общем, лично мне Брисбан Климат Брисбана нравится гораздо лучше Ну, на вкус, что называется Вот так А еще сегодня мы поедем в Сиволт Смотреть дельфинов, смотреть скатов Может быть, тоже немножко поснимаю Сейчас, ребят, мы направляемся в парк Сиволт Который тоже принадлежит одной компании Что и Муви Волт, и Wet'n'Wild Дело в том, что мы купили пассы Которые для местных жителей Стоят всего 140 долларов на человека В течение 12 месяцев Мы можем в эти парки ходить хоть каждый день Абсолютно бесплатно 140 долларов, ребят, это немного Недавно были даже скидки За 127 можно было купить Но это только для резидентов, кто живет на Голдкосте В Брисбане, а также На самом севере Нового Южного Уэллса Если вы живете дальше То такой пасс будет стоить 217 Но, согласитесь, сюда особо не наездите А это, кстати, был один из выборов Почему мы приехали в Брисбан Потому что я очень люблю эти парки И для детей здесь просто отлично Ну что, пойдем посмотрим Если в кассах, то цена будет на 10 долларов больше А если заказывать онлайн То можно сэкономить еще 10 долларов на каждом пассе Вот, собственно, сам парк Здесь проходят аттракционы Представления, но они, по-моему, раз в 2 часа Что-то такое Но попозже мы сюда придем Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok